Начинаем приобщаться к мощам. Открытые мощи их открывает минут на 20. И вот, допустим, раз подошел, поцеловал. Какое-то время прошло еще раз, еще. А на третий раз уже больше не вмещаем мы себя. Я уже больше не могу даже взять. Это уже как бы максимум, который в данном случае можно взять. И ощущение как бы переполнения такое настаёт. И тоже не хочется уже ни общаться, ни с кем хочется посидеть вот так вот в себе. Его целуют? У него дерево как бы как живое. Оно, знаешь, как бы веночки вот в этом дереве видны. Вот там где не выше, там где не целуют, оно как бы темное, потемнело дерево, да? А там где целуют, оно вот живое, прям вот такое. И мысленистое, как мироточащий. Удивительно. Как камень сегодня. Это вот в Суворове, да, в этой церкви такое место? Это в этом. В Арзамасе. Это духовное место для Дивеевской земли. Здесь связано с тем, что вот это источник Явлена, как и прежде вам рассказывал, что здесь являлся Богородица и батюшка Серафим. А вот в 1903 году здесь царь Николай проезжал и опять же уделил внимание источнику Явленому. А когда в лихолетие, после переворота, вывозили мощи батюшки Серафима из монастыря, и причем вывозили их на трех подводах, у нас из Дивеева исходят три дороги. И вот из монастыря одновременно выехали три подводы. В одних из них положили мощи батюшки Серафима. Это было сделано для того, чтобы не отбили наши православные прихожане мощи батюшки Серафима. Ну, как бы, не отдали надругательство. И вот одна из подвод проезжала мимо церкви Покрова. Богородица мы сейчас к ней подъедем, чем попозже. Колокол на колокольне сам стал звонить. Чему? Есть запись в церковной книге, где было указано, что множество свидетелей видели, что на колокольне никого не было, колокол сам зазвонил. Это показав тем, что батюшка Серафим Мачак проезжает мимо их села. И вот, быв в этом храме, значит, работница сказала, что нашла эту запись и отослали даже ее владыке Кириллу, где было указано, что вот такие свидетели зафиксировали этот факт. Вот такая историческая история. Вот такая. То, что вот в этом селе, в Кременке, находятся три источника. Покрова, Явлено и 12 апостолов. То, что мы сейчас как раз едем на 12 апостолов источник. Это множество строй бьют в доломитовую купель. Сероводородный источник с малым содержанием. Кстати, это же чудо. Потому что бьет наравнение. Сероводородный источник тоже не опять нигде в горах, не в ущелье. Ну и суть. Рядом с Серафимом Кремене. А движение такое. Смотри, да, красиво, правда. Как раз свежий такой, как огонь такой, да. Вообще просто очень удивительный. Возле креста нашел. В той или иной степени. Либо это будет по бодрости, либо по здоровью. Либо... А вот источник матушки Александра. Вот он. Вот Могосеводом Радонеж. Через реку Вичкинза. И вот Казанский собор. Вот Троицкий. Вот Преображенский. А вот Благовещенский. В этом храме, кстати, мироточат 40 икон в разное время. Да? В разное время года благодать сходит так, что мироточат разные иконы. Приезжали, скинули туда.